Расскажу про первую задачу. У меня не такие хорошие результаты, но достаточно интересный подход, как мне кажется. Немножко про себя. У меня просто есть некоторый релевантный опыт. Я занимался веб-аналитикой и немножко понимаю в географии. И есть нерелевантный опыт, я никогда не брал кредиты. И, кстати, что удивительно, что и на московской зарежке никто никогда не брал кредиты, и на питерской зарежке. Поэтому, возможно, это тоже что-то могло дать, но никто не смог подсказать. Про задачу здесь рассказывали. Я просто обращу внимание на формулировку именно на самом соревновании, что там было сказано, выберет ли, и в тестовом сабмите, который они предлагали, там стали нолики или единички. То есть не сказано было, что нужно делать вероятность, и поэтому про это там чуть будет позже. Основные признаки были категориальные и вещественные признаки. Я здесь, как я писал на слайде, было примерно 170 тысяч в трене и 91 тысяча в тесте. И был существенный процент ошибок, на мой взгляд, и некоторых там пропусков данных. Это было, собственно, вообще мое первое соревнование. Поэтому вы можете видеть мои первые сабмиты. Они отличаются тем, что я получал по руку АУК 0.5. Это, собственно, было как раз связано с тем, что я отправлял нолики-единички, как было сказано. Потом я догадался все-таки, что можно отправлять предсказание вероятности, и занял почетное примерно 200-е место, очень порадовался. И дальше уже начал как-то решать нормальную задачу. В конце я добрался до 16-го места. И сейчас, собственно, мои основные сабмиты здесь показаны. Сейчас мы, собственно, поговорим, как я до этого добрался. Первое, с чего я хочу начать. Я пользовался LightGBM. Достаточно сейчас популярная библиотека. Она мне нравится тем, что у нее скорость… Это тоже, соответственно, градиентный бустинг, но у нее скорость выше в 6-10 раз, иногда даже в 50 раз, чем у XGBoost. И у нее есть такая классная опция, как категориальные фичи. Вы можете прямо в фите отправить, сказать, что я хочу, чтобы эти фичи категориальные были. И, соответственно, он будет с ним работать как с решающим деревом, только на нем будут две операции, равно или не равно. Это еще больше ускоряет LightGBM. И это достаточно удобно. То есть, если вы, например, не знаете, чем вы хотите кодировать фичу, например, таргет-кодированием или хот-1 делать, то можно просто закодировать ее, например, таргетом, один раз прогнать, что это категориальная фича, а один раз, что таргет, выбрать, что лучше. Это достаточно быстро происходит. Но есть некоторый нюанс у LightGBM. Качество, как правило, всегда немножко хуже, чем у XGBoost. Это можно побороть тем, что сначала обучить LightGBM, взять его лучшие параметры и веб-солнокрестности обучить XGBoost, подобрать гипероптом, и это будет лучше. Это достаточно то, чем я часто пользуюсь. Просто я буду часто ссылаться на категориальные фичи в LightGBM, поэтому я про это и рассказал. Собственно, небольшая физика задачи. Она на самом деле, задача, грубо говоря, состоит из двух этапов. Сначала человек приходит в магазин, он хочет что-то купить в кредит, дальше эти данные отправляются в несколько разных банков. Банки онлайн какую-то модель предлагают, соответственно, несколько вариантов, вернее, каждый банк свой вариант кредита, и клиент дальше выбирает из банков. Если, соответственно, удастся более-менее узнать, какие-то банки, какие они условия предлагают, это могло бы сильно скоррелировать с ответом. И, собственно, я вот этим пытался это подобрать. И несколько слов про особенности кредитного скоринга. На слайде вы видите примерную модель кредитного скоринга, которую я взял на чьей-то презентации. То есть на самом деле эти модели реального кредитного скоринга очень простые. То есть просто признаки бьются, грубо говоря, на бины, бинам присваивается некоторый вес, потом это там все суммируется. То есть эта модель, она действительно должна быть простой, желательно для банка, чтобы она считалась в онлайне, и она должна быть стояча к выбросам, поэтому все, соответственно, крайние значения, они просто отправляются либо в возраст от 60-ти бесконечности и так далее. Дальше, собственно, была вот еще одна переменная, score-shk, которая, с нижним подчеркиванием, она не была описана организаторами, то есть все остальные переменные были достаточно хорошо описаны. Слово score меня вообще навело на мысль, что это, возможно, оценка кредитного скоринга. Какая-то там отнормированная, ну вот я взял на нее, посмотрел, она, вот если ее просто чисто, то она очень похожа на галактический шум. Первое, что я подумал, ну, наверное, просто организатор добавили какую-то шумную переменную, давайте попробуем ее удалить. Я удалил, стало только хуже. Потом я долго на нее смотрел, и дальше я сделал такую вещь, я взял все, ну, трейн и тест сложил в одну выборку, а, соответственно, эту перемену начал предсказывать по модели регрессии. Потом я еще сделал бины, ну, вот как на предыдущем слайде. У меня получилась очень хорошая оценка этой переменной по всем остальным. Я вот, есть такое предположение, что это как раз и есть оценка скоринга там некоторая, но, возможно, для нее просто не хватает данных. Это потом мне немножко пригодилось, я про это там чуть позже скажу, но это просто пока такое достаточно любопытное наблюдение. Ну, а да, она еще отнормирована, соответственно, там в 0.1. Дальше я начал разбираться с тарифами. С тарифами было не очень понятно, как кодировать их, потому что, с одной стороны, они были, выглядели примерно так, как 1.32, 1.56. Можно было подумать, что это просто процент, который предлагает банк. Второй вариант, ну, вот тоже сегодня уже обсуждались, это было, соответственно, target кодирования. И третье, то, что я пробовал, это категориальная фича в LightGBM, я просто говорил, что она категориальная. Ну, вот по всем там моделям, которые я потом прогонял, категориальная фича в LightGBM давала самый лучший результат, поэтому я просто оставил как категориальный признак и больше об этом никогда не думал. Дальше, соответственно, самое интересное, на мой взгляд, были регионы. С регионами вообще было очень много странностей. В регионе можно было обнаружить про цифру 74. Или там город просто Челябинск, или там республика Татарстан в одно слово, или Горьковская область, или Пермская область. Ну, вот Пермской области у нас нет в стране, у нас есть Пермский край. И, соответственно, вот это меня навело на мысль, что это, скорее всего, как-то распознанные именно паспортные данные клиента. То есть человек отдает свой паспорт, его как-то сканирует и распознает. Соответственно, в месте рождения у человека написано Горьковская область, которая потом, например, была переменована в Нижегородскую. Также очень частый паттерн был, он выглядел примерно так. Там Ленинградская, Ленинградская пробел обл, Ленинградская область. То же самое там было с Калужской, с другими областями. И была действительно там одна интересная мысль, что просто разные сети отдают свои разные по данным. Кто-то пишет именно Ленинградская, кто-то Ленинградская обл, кто-то Ленинградская область. Я тоже это попробовал сделать, но у меня там почему-то стало качество немножко хуже. И я их в итоге почистил, но с паттернами с областью был еще такой вариант, что сделать два признака. Чистый, там Ленинградская оставить, и, соответственно, потом добавить нолик, если она была чистой, единичка, если обл, и двойку, если область, и тройку, если что-то еще там третье встретится, например, на тесте. Ну, соответственно, разные варианты я пробовал кодирования. В итоге самое лучшее оказалось это сделать нормализацию этой переменной и оставить LiveRegion как просто категориальную переменную, опять же, для LightGBM. Примерно все это я почистил, и я отправился примерно на 70-е место, там запустив LightGBM в лоб. Я порадовался. Потом я решил, что нужно как-то улучшить. Я подумал, ну, раз мы знаем, какие точные области, надо как-то обогатить данные. Второе, над чем я также подумал, а вообще какой магазин мог предоставить столько данных. И также я прикрутил всякие разные доп.фичи, там наличие копеек в сумме отношения зарплаты к среднемесячному, попробовал, соответственно, посчитать процент, какой-то там, который, ну, перемножить средние выплаты на тариф, считая его процентом, генерал каких-то фичей. Собственно, и дальше начал обогащать данные. Я подумал, что вот регион хорошо бы закодировать кем-то соцдемом. Там средняя зарплата, числом населения, числом бедности, там еще что-то. И думаю, сейчас вот я зайду на сайт госстатистики, накачаю огромный датасет, у меня будет куча фичей, и вообще все будет классно. Ничего не получилось оттуда выкачать, совсем ничего. Вот, я пошел на другой сайт, вот, там начал вводить эти запросы, кое-что нашел, кое-чего не нашел, все это, соответственно, прикрутил как кодирование. У меня получилось, по-моему, порядка 15 столбцов каких-то разных. В итоге остались только средняя зарплата из всего этого. Ну, вот так как-то получилось. Но дальше я пошел искать вообще, кому кредиты Тинькофф выдают онлайн. И нашел несколько крупных сетей, ну, прям совсем крупных, чтобы они могли столько данных дать. Одно из них оказалось связной. Я посмотрел, там раньше сейчас вот на этой ссылке, которая есть, там раньше висели прям условия кредитов от других банков, от самого Тинькоффа, сейчас по этой ссылке там нет. И там у всех банков была очень интересная особенность, что они предлагали специальные условия для кредита на 10 месяцев. И если мы посмотрим частотность, именно времени кредита, было самое частотное 10 месяцев. Он прям там самое большое место занимал. Собственно, я на это посмотрел. Сначала просто, ну, как бы порадовался, что я что-то нашел, и все. А потом я что-то посмотрел, какие еще банки дают кредиты, и вспомнил, что я немножко веб-аналитик, и пошел в такой сервис, называется Worldstat. Если кто-то не знает, это, соответственно, сервис, который выдает популярность запросов в разных регионах. И дальше я, соответственно, по всем банкам, которым я считал, что они конкуренты, просто выгрузил частотность их запросов в разных регионах. Ну вот, пример, там скриншоты увидите. Соответственно, я здесь взял по всем банкам, там с разными запросами, и еще там свой обогатился для регионов. После этого вот это все мне дало 0.7.2. Это было примерно уже 40 какое-то место. Это все по-прежнему один light GBM, то есть ничего больше я там не делал. После этого я просто подумал, что хорошо, теперь можно просто начать тюнить. Взял, нарезал там всякие разные пайплайны с разным кодированием, типа использовать категориальное кодирование или не использовать. Там было, по-моему, 30 разных пайплайнов для каждого. Поскольку это light GBM все происходило крайне быстро, то есть, грубо говоря, это было примерно там 30 пайплайнов для каждого. Потом еще происходил жадный отбор и гиперопт. И все это там меньше, чем за сутки я обучил. Просто взял лучшую модель, засабмитил. Это уже было там 0.77.36. Это какое-то там 20 какое-то там место примерно на борде. Уже оставалось мало времени для финала, и я просто потом взял самые, собственно, разные пайплайны, которые у меня были, которые не коррелировали между собой. И сделал для них еще, потюнил параметры немножко, чтобы они в ансамбле. И дальше сделал просто блендинг. Это мне дало там плюс 0.05, там сколько-то. И потом последний стейкинг. Я еще добавил в него там 5 light GBM, 2x GBM. И тут выяснилась неприятная особенность. Про это, наверное, стоит рассказать. Потому что когда я раньше мало пользовался категориальными фичами для light GBM, и, собственно, я использовал, ну вот как я обучал light GBM, получал для него оптимальные параметры. Дальше вебселонокрестности строил экипер оптом оптимальный для xGboost'а и отправлял там в продакшн. А тут выяснилось, что когда используется категориальная фича для light GBM, то xGboost работает с ней совсем не так. Но у него нет такого просто опции, и приходится их заново переобучать. Собственно, поэтому у меня всего 2xGboost'а, которые были просто научены на какие-то там 2 разных пайплайна. Я это там все застекал. Разницы между блендингом и стекингом я, в принципе, вообще не почувствовал. Поэтому какие-то такие результаты были. Но в целом, то есть, получалось, что у меня с одной моделью я там занимал какое-то 20 место, просто обогатив данные из интернета. И еще чуть-чуть можно это было улучшить, но за счет, соответственно, каких-то простых оптимизаций, типа гиперапта, там, блендинга. И самое, наверное, интересное, это, собственно, вот мой лучший один light GBM. Он был 250 деревьев всего без регуляризации, каким-то очень простым параметром. Интересно было, собственно, фича импотенс. Как видно, у меня в самом конце, я просто, естественно, не все их вывел, у меня рядом стоит теньков, ренессанс и УТП. То есть из этого можно сделать, наверное, некоторые предположения, что это как раз два самых банка-конкурента, которые предлагают более интересные предложения, чем у него, и, соответственно, это как-то составляет ему конкуренцию, поэтому клиенты выбирают другие предложения. И немножко про решение более успешных участников. Я начну с седьмого места. Это Василий Зверков. Ее решение, кстати, мне больше всего понравилось. Он сделал следующее. Он вообще не работал никак с регионами практически, просто нагенерировал стандартные фичи, соответственно, средние, отклонения, какие-то квантили, преобразования. И вот четвертым я жирно выделил. Он использовал копейки, единицы, десятки, сотни, тысячи. Он сделал следующее предположение, что если сеть, например, размер кредита заканчивается на 3 девятки, это одна сеть. Если там 3 нуля в конце, это другая сеть. Если какое-то там неровное число, это четвертая сеть и так далее. Соответственно, если есть копейки, это, возможно, пятая сеть или еще что-то. Соответственно, вот эти признаки ему очень много дали, как он сказал. И я потом после соревнований взял, добавил это в свою модель, просто нарезанную вот такими, и, соответственно, это давало бы мне в районе четвертого места, четвертая, пятая. То есть на одном LightGBM я хочу на это санкетировать, что, в принципе, достаточно простые были модели, просто обогатив вот такими вещами. Третье место, соответственно, он использовал хот-ван-кодирование, бусты. Он выкладывал, мы с ним не общались, он просто выложил то в слэке, можно, соответственно, исходный код его посмотреть. Там была еще добавлена одна нейронка в ансамбль, что ему тоже давало, два полносвязных слоя было. И самое простое и самое интересное, это первое место. Вот все комментарии, вы их можете прочитать. Соответственно, Станислав просто запустил свой скрипт, и у него все получилось. Он ничего не тюнил, он не обогащал данные, он больше ничего не делал, даже не смотрел признаки. Я очень порадовался. У меня было какие-то тонны часов, а у человека это заняло 15 минут. Да, ну и место заключения, что на самом деле для меня это были совсем первые соревнования. Конечно, для меня это очень сильно отличалось от того, что я делал в продакшене, потому что здесь немножко другой подход. В принципе, можно действительно добиться хороших результатов с простой моделью, с одним случайным лесом или с одним XGBустом, или там LightGBM, кому что больше нравится. И за соревнования действительно я очень много узнал нового для себя. Например, я первый раз там сделал стейкинг. То есть это был достаточно любопытный опыт. И, собственно, у меня, наверное, все. Спасибо большое за внимание. Буду рад ответить на вопросы, если они будут. АПЛОДИСМЕНТЫ Как такие чудесные презентации с летающими камерами, пролетающими в дырке в буквах? Да, это частый вопрос, когда я где-то выступаю. Prezi.com, там чудесный сайт. Я в Slack выложил прям ссылку на вот эту чудесную презентацию. Там, соответственно, можно сделать. Она бесплатная. Единственный минус, что она только в вебе работает. То есть если у интернета ничего не получится. Нет. Ну, там был вопрос, поддерживать ли это презентация тех, но, разумеется, нет. Еще вопросы? Там вроде вопрос. Там был вопрос, нет? Ну, если нет вопроса. Микрофон. Что там за скрипт у него? Догадки есть какие-нибудь? Ну, наверное, скрипт — это все его знания за все время участия в контестах. То есть он там… Миллион ифов автоматически смотрит. Вот если кто не смотрел эту презентацию, на которую он дает ссылку, там он рассказывал, что он работал в команде. Про это идет речь? Про второе? А про третье место? Нет, нет, нет. Тот, который победил. А, да. Рекомендую, на самом деле, всем посмотреть. Я просто для себя еще раз убедился, что именно так и надо делать. Значит, он работал в команде из четырех человек, BNP Paribas, и он занимался генерацией новых идей, новых моделей и так далее, и так далее. А был еще один участник, у которого есть скрипт, который тупо генерит бешеное количество моделей. Вот просто в лоб. И в результате, вот, собственно говоря, видим, об этом скрипте идет речь. Он его там как-то поделился. Потому что вот один из методов, почему они победили там в Paribas, просто был запущен скрипт, который в лоб генерит, 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 генерит модели, и потом их там как-то отбирает, ни о чем не думая. Вообще ни о чем. Ну, я немножко прокомментирую. Действительно, просто, на самом деле, очень хороший результат давал само таргет кодирования. Ну, собственно, во втором месте тоже было про это Антон нам рассказал. То есть, хороший результат очень давал таргет кодирования. Собственно, поскольку признаков мало, там всего 12, то можно просто взять все категориальные, закодировать таргетом, потом закодировать пары, закодировать тройки, если есть вычислительные мощности и четверки можно. То есть, там всего 7 категориальных признаков. То есть, это C4 из 7. Это как бы не такое большое число, чтобы на современном железе их не закодировать таргетом, подобрать еще альфа для регуляризации, то есть это можно просто сделать быстро. И потом тоже примерно то же самое сделал для пар троек с подбором альфа. У меня это давало сопоставимый результат. То есть я просто про это не особо интересно рассказываю. Здесь нет никакой математики, нет никакого обогащения данных. Это просто запущенный скрипт, который на маленьких данных может хорошо работать. Ну то есть его нереально запустить, например, если бы там было 250 столбцов. Потому что он просто бы не справлялся. Даже две пары, это C2 из 250, это там очень долго.